В Краснофлотский районный суд направлено уголовное дело 28-летнего горожанина, который, хулигански выбивая долг, нанес смертельную травму своему знакомому. 33-летний мужчина от ударов кулаком в грудь и лицо упал и крайне неудачно ударился головой об асфальт. Преступление обвиняемый совершил в августе на улице Треугорной, у общежития, где жила жертва. Фигурант вечером катался на машине по городу вместе с другом и двумя девушками. Мужчина вспомнил, что один из приятелей должен ему 10 тысяч рублей и решил наведаться к нему. Позвонив должнику, он сказал ему спуститься для разговора. Рассчитаться с кредитором хабаровчанин не смог и в этот раз. В качестве решения проблемы приехавший предложил ему продать свой мобильный телефон. Когда жертва отказалась, сразу получил удар. В деле есть документальная запись. Потерпевший стоит с двумя мужчинами, один из них неожиданно бьет его по лицу. От удара горожанин падает и уже не может встать. Выбиватели долго переносят его на газон и явно не знают, что дальше делать. Жительница дома, которая подрабатывает здесь охранником, увидела происходящее из окна. Была не ее смена, но горожанка решила вмешаться и вышла на улицу. Потерпевший был еще жив, но без сознания. Травма оказалась смертельной. Мужчина скончался до приезда медиков. По словам соседки, погибший при жизни проблем никому не доставлял. Он спокойный, тихий был по мальчику. Вообще его не слышно, не видно было. Спокойный. Жалко мальчика. Честно, жалко. Маму жалко его. Ну, как сказать, немножко наркотики он принимал. Но таким заядлым наркоманом он не был. За причинение тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть человека, выбивателю долго грозит до 15 лет заключения. С места происшествия Ольга Горбунова, Анастасия Манина и Андрей Алферов.